Девушки отдыхают — Отставить! — буркнул капитан, но с одобрительной ноткой в голосе. — Какое я тебе сиятельство? — Я капитан сухогруза солдархоз имени товарища Петерсона. Нормальный советский моряк. А ты мне геррами тычешь. — Метнись на камбус, пожрать принеси. — Уже исчез! — крикнул матрос и действительно растворился в воздухе. Капитан Титов раскрыл на чистой странице судовой журнал и сделал новую запись. 21 августа 1963 года. Экипаж окончательно сошел с ума. Чернильная капля сорвалась с кончика стального пера и мрачной тучкой заполнила половину только что написанной фразы. Капитан выругался и подошел к зеркалу. Проклятая треуголка будто вросла в голову. Капитан в очередной раз попытался ее отодрать, но не испытал ничего, кроме адской боли. Он вновь выругался, открыл сейф и устало взглянул на содержимое. Вместо привычной пшеничной на стальной полке стояла пробковая бутыль с ромом сомнительного качества. В том, что ром полное дерьмо, капитан убедился накануне вечером. Дикостью было другое. Ключ от сейфа Титов носил на цепочке на шее, поэтому подменить водку на эту ослимую мочу не мог никто. Капитан встряхнул пробковую бутыль. Она была полна. Хотя Титов четко помнил, что вчера вылакал не менее половины. Странности на борту сухогруза с достойным именем Собнархоз имени товарища Петерсона начались неожиданно. Теплоход следовал привычным курсам через Центральную Атлантику с грузом братской помощи для революционной Кубы. Трюмы были под завязку забитой пшеницей и взрывчаткой. На палубе надежно занайтованы громоздкие металлические конструкции, на которые в Одесском порту обратил особое внимание товарищ в белом парусиновом костюме с холеным барским лицом сотрудника. «Беречь как зеницу ока!» – прокукарекал он. «Чтобы никакой шторм!» – «Обязательно!» – ответил капитан и подумал, как обычно про себя, козлятина ГБшная. Балкер находился в четырнадцатом квадрате в трех сутках перехода до Острова Свободы. Ранним утром Титова разбудил солнечный зайчик. Прыгнувший в глаза через иллюминатор, капитан потянулся и вышел на воздух на первый перекур. По палубе нагло разгуливала чайка. Сей акт, разумеется, взбесил капитана. Он собрался грозно топнуть ногой и вдруг замер на месте, как соляной столб. Туловище и голова чайки были плоскими, будто по ней проехался асфальт-укладчик. Тоненькие лапки поддерживали этот блин, и два глаза смотрели в небо строго перпендикулярно. «Что за хрень?» Капитан потер нос, привычно прошелся по матушке чертовой птицы, но видение не исчезло. А напротив, повернулась к нему кормой и засеменила в сторону радиорубки. Вообще-то, во время рейса действовал сухой закон. Титов с Памболитом его нарушали, конечно, но весьма умеренно, не больше двухсот грамм на сон грядущий. Так что водка и наблюдаемый глюк никак между собой не связаны, капитану это было очевидно. Он повторно помянул дальних и близких родственников чайки и последовал вслед за ней. Дверь в радиорубку была раскрыта нараспашку, что само по себе являлось вопиющим нарушением корабельного порядка. Из свисавшего со стола микрофона неслись разудалые эмигрантские песни. «Самсонов! Твою перемать в тундру!» крикнул капитан и вырубил антисоветскую похабщину. «Где ты, Самсонов?» – завопил капитан. «Ох ты у меня дождешься!» «Нет, Самсонова! Сгинул, похоже, радист, как и вся команда. Вдвоем мы на борту, ваше сиятельство!» С трапа ведущего в рулевую к нему обратился старший матрос Тарас Железняк. «Все трюмы облазил! Ни одной живой души, кроме нас, разумеется!» Капитан в изумлении уставился на старшего матроса. Железняк был одет странно в диковинный камзол на голое тело. Что-то похожее Титов видел на картинках в книжках про пиратов. Камзол был перепоясан шелковым шарфом, с которого свисала сабля. В правом ухе старшего матроса сверкала серьга. В левой руке он держал дымящуюся трубку с длинным мундштуком. «Ты че так вырядился?» – растерянно произнес капитан. «Сегодня же ни день Нептуна!» «А вы себя видели?» Старший матрос ловко вытащил из широких шаровар небольшое зеркальце и вручил капитану. «Натуральное кино!» В зеркальце отразилась небритая титовская физиономия, которую украшала треуголка с рубиновой кокардой. Капитан схватился за треуголку и дернул изо всей силы, но та даже не шелохнулась. «Бесполезно!» – равнодушно сообщил матрос Железняк. «Я из себя халат этот клоунский хотел снять, нифига! Руки будто отнимаются!» «Че-то с нами случилось непонятное, капитан! Вот и вместо судовой трубы у нас теперь мачта с парусами!» «Какая мачта!» – охнул капитан, поднял глаза вверх и ужаснулся. На ветру скрепели огромные прямоугольные паруса. От грот мачты до бизани, закрепленные по обоим бортам сухогруза вантами. Все, как на барке Крузенштерн, на котором будущий капитан ходил вокруг Скандинавии после третьего курса мореходки. На фоне этой красоты судовая труба смотрелась, ну, как бесполезная кочерыжка. «Я сначала решил, что сплю и никак не могу проснуться!» – грустно поведал старший матрос. «Потом, что сошел с ума!» «Но получается, что мы оба с ума сошли!» «Разве так бывает, ваше сиятельство?» «Не бывает!» «Достал ты меня с этим сиятельством!» «Не виноват, я заныл железняк!» «Само по себе с языка срывается!» «Вот и хочу произнести, товарищ капитан!» «А выходит, ваше сиятельство!» «Помрачнение у меня!» «Лекарство бы какого!» «Потом разберемся!» «Отмахнулся капитан!» «Когда других членов экипажа отыщем!» «Вот спишут тебя на берег, как политически неблагонадежного!» «Сразу помрачнение пройдет!» «Понял, железняк?» «Понял, как не понять!» «Понурил голову старший матрос!» «А ну все жара тропическая!» Полдня капитан со старшим матросом лазили по сухогрузу, разыскивая пропавшую команду. Личные вещи всех были на местах. Портбилет Памполита лежал в нагрудном кармане парадного кителя. Порой, стирая пот со лба, Титов явно видел мелькавшую за углом тень, бросался за ней, но не встречал никого, кроме дурацких плоских чайников. Когда прозвенели три рынды, железняк уселся на канатную бухту. «Выпить пора, ваше сиятельство!» «Знак, так сказать, свыше! Законная чарка Рома!» «Ты откуда эти ритуалы знаешь?» Удивился капитан. «Парусники уже сто лет как не используют!» «Я не знаю!» – просто ответил старший матрос. «Как-то само по себе на ум приходит!» «Я же говорю, помрачнее не у меня!» «Так как насчет выпить?» «Сдается мне, что никого мы не найдем!» «Тут на лицо полнейшая несуразица!» «Вот кто в колокол звонил, если мы оба здесь?» «Ладно, пошли в каюту, выпьем, сдался капитан!» «Может, ты и прав!» «Нажремся до поросячьего двизга!» «Утром очухаемся, а галлюцинации и след простыл!» «И экипаж в полном составе на рабочих местах!» «Утро началось безрадостно!» «Башка трещала после выпитого рома!» «Паруса по-прежнему поскрипывали на попутном ветре!» «Из членов экипажа сухогруза, кроме слегка обрывшего капитану старшего матроса Железняка, так никто и не появился!» Железняк, между тем, выкибывал такие фортеля, что Титов опять усомнился в реальности происходящего. А переточная фигура старшего матроса время от времени разлеталась на 15-20 железняков поменьше, которые зависали в разных позициях на судовом рангоуте и гагача, и покряхтывая делали вид, что помогают установке парусов. Именно делали вид, потому что паруса разворачивались по ветру словно сами по себе, подчиняясь командам, которые возникали в голове капитана. Как они, эти команды, появлялись в его мозгах, Титов честно не понимал. Из своей практики на барке Крутенштерн 20 с лишним лет назад он почти ничего не помнил. Но факт оставался фактом. Сухогруз, осененный парусами, двигался вперед под его твердым руководством. Капитан оперся на рулевое колесо, оно плавно крутилось, выверяя неведомый курс. Титову мерещились всякие приметы и старинные морские премудрости, и невероятное чувство гордости постепенно наполнило шкипера. До гаваны дойдем, подумал Титов, там разберутся, что к чему, лишь бы в дурдом сразу не определили. Надо каждый день судовой журнал заполнять в порядке строгой отчетности, если мы, конечно, в сторону Кубы двигаемся. Жаль, толкового штурмана на борту нет. Вчера, до принятия первой порции Рома, капитан засел в радиорубке и попытался выйти в эфир. Радиопередатчик был в исправности, но категорически отказывался передавать сигналы СОС. Или вообще любую другую полезную информацию. Он нахально включал внутри самого себя развеселые песенки на разных языках и едва не пританцовывал. Утром Титов повторил попытку, радиопередатчик вяло вздохнул и завыл пронзительными арабскими напевами. «Да брось его, ваше сияльство!» — сказал матрос-железняк, вернувшийся на некоторое время в единое целое. «По-моему, и так клево!» «Не понимаю, чему ты радуешься?» — сказал капитан. «Прибываем в полной и загадочной неизвестности. Лично мне не по себе, что дома о нас подумают». «А, наплевать!» — Залихватский ответил старший матрос и разлетелся на десяток себе подобных. «У меня такой свободы никогда в жизни не было!» «Ну-ну», — сказал капитан. «Птица вольная, как бы в капкан не угодить». С неба раздался напряженный шум. Огромная стая блиннообразных чаек пыталась пробить невидимую прозрачную стену. Большинство без сил падали в океан и тонули. Капитан посмотрел на горизонт. Сверх, в ослепительном солнечном свете, лился огромный поток воды, заполняя все пространство. Сухогруз дернулся и остановился. Якорь с грохотом ушел в морскую глубину. «Что это?» — тихо спросил матрос-железняк. «Это край воды», — сказал капитан. «Разве такое бывает?» «Не бывает», — сказал Титов. «Но сам видишь». Капитана Титова и старшего матроса-железняка обнаружили в рыбацкой лодке в 13 морских милях от Одессы. На голове капитана дальнего плавания красовалась треуголка с павлинием-пюром. Старший матрос был одет в соболи полушубок и широченные шаровары. Оба сжимали в руках карикатурной длины пистоли. Где находятся вверенный ему сухогруз «Совнархоз» имени товарища Петерсона и экипаж? Капитан Титов внятно объяснить не смог. Железняк вел себя не по должности нагло. В ответ на вопросы распевал песенку про веселого Роджера. Их поместили в психиатрическую больницу под особое наблюдение, что не помешало парочке исчезнуть на следующее утро. Оставив вместо себя на койках неиссякаемую пробковую бутыль «Рома» весьма сомнительного качества и плоскую, как блин, чайку, которая ругается матом на всех наречиях мира, почищен судового. Боцин.